Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас 31 марта, самое время снять итоги за март, вязальные итоги этого месяца. Сейчас снимаю для вас видео, а сама даже не верю, что март закончился. Тем более, если смотрю в окно, то вижу там снегопад. Да-да, у нас за окном идет снег, вообще нет солнца, в общем, как не март, а как какой-нибудь конец февраля. Ну да ладно, ничего страшного, у природы нет плохой погоды. Итак, приступим. Для тех, кто недавно на моем канале, я хочу рассказать мою традицию, что с прошлого года, с января месяца, я вот в этот замечательный блокнот, который мне пришел в подарок от магазина Дель, я записываю все свои планы, и потом зеленым, либо красным, я отмечаю то, что мне удалось сделать, или что не удалось. Сейчас я зеленый цвет поменяла на такой вот желтый, и, в общем, продолжаю это делать. Вот май у меня был внеплановый, так сказать. Итак, давайте приступим, посмотрим, что же я планировала в марте 2024 года. Итак, как всегда, я запланировала что-то сделать, записала это вместе с вами на видео, и закрыла этот блокнот, и я не следую своим планам. То есть, снимаю видео, записываю планы, а потом мне самой очень интересно посмотреть, что же я планировала месяц назад, и что я хотела исполнить в этом месяце. Но мне так интереснее, может быть, и вам тоже. Ну, давайте пройдемся по планам, и будем отмечать желтым цветом то, что исполнилось, красным, что не удалось. Итак, первым планом была работа, которая называлась джемпер-трям, и должна это была быть готовая работа. Ну, давайте покажу, что у меня получилось. Джемпер-трям. Вот такой укороченный джемпер красивого цвета получился. Джемпер-трям. Горловина, кетлевка, имитация кетлевки из-под тамбурного шва, вот так красиво смотрится. Резинка 1х1, обработана горловина, закрытие иглой. Внизу резинка 2х1, весь джемпер связан лицевой гладью. Рукава прямые, спущенное плечо, и резинка 2х1 в конце рукава. Закрытие обычное. Вот такой джемпер, джемпер для моей дочери, который называется трям. Фотографии тоже на модели будут, будут позже. Мне надо дочери его отправить, и тогда она его отфотографирует на себе. Может быть, я и на себе его отфотографирую, но там посмотрим. Вот такой замечательный джемпер получился из слияния двух пряж. Пойдемте за стол, я покажу вам более подробно. Джемпер-трям. На это изделие расход составил 411 грамм, или 900 метров. Это изделие было связано из двух пряж. То есть здесь слияние двух пряж. Пряж лиди и безымянного хлопка с вискозой. То есть у меня были вот два таких кейка, подаренных мне. Они были, всего их было 500 грамм. На изделие у меня ушло 242 грамма этой пряжи. То есть меньше половины. Всего у меня было 500. То есть можно еще одно такое изделие связать из этой пряжи. Ну, либо подарить ее тому, кому захочется из нее вязать. Так, хлопок плюс вискоза. 300 метров на 100 грамм. И вот остаток у меня остался 258 грамм. Было 500. Пряжа, как вам сказать, вот сочетание мое самое любимое. Хлопок плюс вискоза я просто обожаю. Я не знаю, в каком составе здесь, в каком процентном содержании здесь хлопок, и в каком процентном содержании здесь вискоза. Вискоза бывает разная в пряже. Она ведет себя тоже по-разному. И вот. Вот, в общем, вот такой у меня образец получался из одной этой пряжи. Меня этот образец не полностью устраивал, потому что я знаю свою дочь. А розовый цвет это цвет моей дочери. Она является амбассадором розового. И знала, что это буду вязать дочери, но ее не устроит вот эта вот нитка на тактильное ощущение. Она любит что-то нежное, мягкое. И вот такое вот хлопковое. Оно ощущается, хлопок в этой пряже. Моя дочь не устроит. Поэтому я обратилась в магазин Дель, чтобы Эльвира мне помогла подобрать пряжу. Цвет пряжи вот под этот цвет. Видите, цвет пряжи отличается. У вас на камеру он отличается кардинально. Мне вживую не так сильно, не так резко. Я взяла вторую пряжу. Вторая пряжа это пряжа московской шерстопредельной фабрики М. Шафе. Лидия чистая шерсть. 100% шерсть. 1613 метров 100 грамм. Цвет розовый ЦК. Именно так он называется в магазине Дель. Внизу ссылку на магазин я оставлю. Я оставлю промокод, который дает вам право на скидку. Вот было у меня 200 грамм этой пряжи. Я вязала в две нити. Расход у меня Лидии, сразу скажу, 173 грамма. Я взяла две эти нитки, соединила и тоже связала вот такой образец. И после стирки это волшебство. Посмотрите, как Лидия, ну, во-первых, каким сложным цветом делается изделие, если его ниточки немножечко меланжировать, ну, тон в тон или подходящие тона между собой делать меланжем, то получается вот такой красивый тон. Мне это невероятно нравится. И при добавлении двух ниточек Лидии, вот эта нитка, хлопок плюс вискоза, стала мягкой, стала чуточку пушистой. Ну, совсем чуть-чуть пушок выдался. Но изделие стало очень тактильно, нежным, комфортным, при этом не сильно потеряло в пластике. Видите, то есть оно достаточно пластичное. Конечно, не такое пластичное, как вот этот образец, но зато плюс его в том, что оно очень мягкое. Ну, и, конечно же, я решила, что дочери вот эта пряжа понравится, и мы с ней начали вязать. Ну, мы с ней, потому что дочь выбрала модель, а я начала ее исполнять. Так, значит, здесь в этом образце или в этом изделии две нити Лидии и одна нить неопознанного хлопка с вискозой. Всего общий метраж у меня составил 219 метров на 100 грамм. Вот из таких ниток я вязала. Спицы в работе я использовала 3,5 миллиметра. Ну, что еще рассказать? По этому изделию я планирую в ближайшее время снять мастер-класс, ну, или описание, как вы знаете, да? Вот, видите, прямые-прямые рукава, широкие, прямые. Дочери именно этой надо было. И вот такая вот резинка в конце, широкая, прям на 10 сантиметров. Здесь вывязана выточка по переду, выточка вывязана внизу. То есть вывязано, так сказать, углубление переда. Это не совсем выточка, это я так называю. Ну, будем считать, что мы выточку с груди, как это сказать-то, смоделировали и вниз опустили. И вот здесь у нас получилась выточка на грудь. Когда изделие вот так наденется, грудь же у нас имеет какой-то объем, вот, видите, вот так вот на груди натянется изделие, и низ станет ровным. Это вот прям очень легко делать такую выточку именно внизу изделия, между резинкой и лицевой гладью. Здесь не так видно разворотные ряды, как бы они были видны вот здесь вот на груди. Вот, дальше, что из интересного? Значит, здесь у меня рукав связан, как всегда, видите, с окатом. Вы знаете, я всегда вяжу рукава даже на спущенном плече с окатом, вывязываю небольшой, но окат. Как его рассчитать, у меня тоже есть видео на канале. И вот здесь я соединила шов. Мне хотелось, чтобы он так выделялся и был именно швом. И я соединила плечи швом, как это называется-то, методом трех спиц. Неудачное соединение, я вам скажу. Видите, он не тянется. Он тянется, но не настолько. А спущенное плечо все-таки оно должно провисать под собственным телом. Я вам рекомендую вот здесь все-таки сшивать трикотажным швом петля в петлю. И тогда у вас не будет вот этого тянущегося уголка между плечом и рукавом. Он у меня минимально, но он все равно есть. Я его вижу, меня это напрягает. В общем, больше я методом трех спиц соединять швы не буду. Все-таки я их затягиваю, когда соединяю таким способом. Этим способом хорошо сшивать плечи, когда у вас вточной рукав. То есть, чтобы наоборот у вас вот это плечо не растягивалось и не спускалось на руку. Вот тогда методом трех спиц идеально делать плечи. То есть, вот. Еще раз я убедилась, что мне здесь надо сшивать петля в петлю. Вот это я для себя учла. Дальше здесь у меня вырез горловины обработан, как обычно я люблю на таких изделиях. Это кетлевочный, это тамбурный шов. Из-под тамбурного шва набран кетлевочный карман двойной, связан с изнанки и с лица. И потом в переход на резинку один на один и закрытие, имитирующий итальянский набор или фабричный край. Полые резинки здесь у меня два ряда. Лицевой ряд и второй ряд. Ну, то есть, первый, где я снимала лицевую петлю, и второй, где я снимала изнаночную петлю. И потом все это сшито. Получается очень аккуратно, очень красиво. Вот такое изделие у меня получилось. Изделие номер один, пункт номер один я считаю выполненным. Поэтому пункт номер один я могу выделить желтеньким цветом, который символизирует выполнение на 100% данного пункта. Ура! Начало есть и начало хорошее. Пройдемся дальше. Давайте посмотрим, что же было вторым пунктом, что я планировала связать. Второй пункт. Джемпер Аврора. Готовая работа. Ну что, покажу. Итак, джемпер Аврора. Или второе название этого джемпера. Это скучный джемпер. Ну да, многие из вас ругались. Оля, не называйте его так. Ну, я все называю своими именами. Иногда вы с долей шутки. Ну, этот джемпер действительно просто скучный джемпер. Он вот такой скромный. Сюда можно любые броши нацепить. В общем, разнообразить его на свое усмотрение. Резинка один на один, двойная по горловине. Обычный реглан по кон. Рука в прямой. Заканчивается резинкой два на один. Закрытие обычное. Джемпер. Внизу резинка два на один. А сам джемпер связан лицевой гладью. Я еще не делала фотографии на себе. Как он на мне смотрится, покажу вам потом. Попозже буду снимать на него, наверное, описание. Если вам нужно, пишите. Если нужно, описание на скучный джемпер, буду снимать. Вот так выглядит на манекене. Джемпер Аврора или скучный джемпер. Я вязала из пряжи от Швейторг, который называется Аврора Файн. Wool and Cotton, то есть шерсть и хлопок. Состав. 50% шерсть, 50% хлопок. В 50 граммах 230 метров. Цвет этой пряжи. Так. Вот такой. Видите? Вот такой цвет. Впервые я использовала эту пряжу. Эта пряжа мне тактильно понравилась, но она немножечко как бы суховатая. Лучше, чем Ализе Лана Голд. Вот лучше. Если ее сравнивать, потому что в Ализе Лана Голд примерно такой же состав пряжи. Я вам сказала, что в 50 граммах 230 метров. Вот. Это как Ализе Лана Голд Файн. Там тоже 400 метров, по-моему, на 100 грамм. А здесь будет 460 метров на 100 грамм. Но эта пряжа лучше, чем Ализе Лана Голд. Мне она нравится больше. Вот. Такая пряжа. Расход у меня составил 340 грамм. То есть 7 мотков пряжи. Небольшой остаток от 7 мотка остался. Так 7 мотков пряжи у меня ушло. Спицы 3 миллиметра были в работе. И что хочется сказать об этом джемпере. Джемпер очень легкий. Вяжется он сверху вниз. Я набрала резинку 1 на 1. Отвязала горловину. Вязала ее на нескольких номерах спиц. Потому что отвязывала сначала вот эту часть на спицах. Ой, по-моему, 2... 2,75. Потом переходила 1 см. Вязала на спицах 2,5. И потом 1 см на спицах 2 мм. Потом я разворачивалась снова 1 см на спицах 2 мм. Ну, то есть вязала такую длинную полосочку. 2 мм, 2,5-2,75. Для того, чтобы у меня горловина не вот так прямо торчала. А вот так ложилась полукругом. Вот. Это двойная горловина. То есть я ее соединила. Когда отвязала резинку, в последнем ряду я соединила все петли по 2 вместе. И получилась вот такая обработка горловины. Потом, видите, да, поворотные ряды по спинке, по переду. То есть я отвязывала вырезы горловины. Вырез горловины по спинке, по переду. Все как обычно. Росток по плечам. То есть я вот так танцевала вокруг одного плеча. Потом начала танцевать вокруг другого плеча. Вывязывая таким образом вырез горловины по спинке. Потом все это вместе соединила вот здесь по спинке. И начала вязать вот так в круговую. Вернее, с одним полотном спинку и 2 рукава. Вывязывая при этом вырез на горловину. И у меня получился полукруг по спине, полукруг по переду. Более углубленный. У меня ритм прибавок по реглану составил. Не помню, сейчас посмотрю. Ритм прибавок по реглану у меня был такой. Во втором, во втором, во втором, в четвертом ряду. Во втором, во втором, в четвертом. Во втором, во втором, в четвертом. 2, 2, 4, 2, 2, 4. и так на протяжении всего участка это рассчитанный ритм мне нужно было выйти вот сюда вот к определенной ширине изделия добавить потом здесь подрезы и вязать вниз дальше то есть очень просто вяжется очень легко рукава прямые рукава прямые и также заканчиваются как в джемпере 3 резинкой 2 на 1 вот это я идею забрала с дочериного свитера джемпера и мне очень понравилось и ну и конечно же низ изделия тоже оформила резинкой 2 на 1 вот здесь у меня вывязана вытачка в районе груди вот здесь вот еще немножко видно то есть вот здесь у меня везде нашли в районе груди вот на этом расстоянии у меня шли обратно поворотные ряды то есть вытачка была вот в районе груди ну немножко видно некоторые поворотные ряды но это вообще не страшно на теле ничего не видно это видно сейчас на камеру вот такие у меня дела то есть джемпер готов все я вам по нему рассказала кстати расход еще расскажу 340 грамм или 1564 метра в одну нить спицами 3 миллиметра и я уже собой довольна и второй пункт я даже правда честно говоря не помню сколько у нас было пунктов у меня тоже выполнен идем дальше а следующим пунктом у нас у меня была косынка де граде радуга готовая работа но вы уже все видели эту косынку я вам ее уже демонстрировала показывала и дальше даже сняла мастер-класс по петельный подробный как я вязала эту косынку это косынка вяжется от одного угла к другому она очень такая веселая для меня это был такой дофаминовый процесс что такое дофаминовый процесс но это процесс который мне как это сказать когда я его вижу я в общем такая довольная такая счастливая в общем дофаминовый процесс процесс который мне приносит радость радость когда я его вижу вязала я вот от этого зелененького цвета вот от этого уголочка и вязала на всю ширину как смотрится эта косынка я вам конечно сюда сейчас вставлю по очень она красивой получилось мне было жалко закон заканчивать эту работу каждый раз когда я смотрела на свои процессы какие у меня были в работе и каждый раз мне хотелось взять эту косынку в руки вот прям иногда била себя по рукам иначе я бы вязала только ее одну ну вот такие они дофаминовые процессы это процессы которые хочется и хочется вязать вот такая замечательная косынка у меня связалась то есть этот пункт я тоже буду могу считать как выполнен на все сто процентов то есть выделяем это все желтеньким цветом пойдем дальше дальше я не помню вообще что писала так сейчас будем разбираться вместе с вами четвертый пункт был майка кудряшка придумать рассчитать начать вязать ну что же сейчас покажу и так майка кудряшка напомню что я должна придумать рассчитать и начать вязать майка кудряшка я ее придумала вот она такая майка я ее рассчитала как вы видите у меня есть даже расчеты уже на углубление проем на углубление горловины горловина по спинке и по переду будет одинаковая. По центру я решила пустить две косички. Обычные, самые простые косички. Вот, полностью рассчитала, полностью придумала. Ну и мне осталось только начать вязать, что я, собственно, и сделала. Я думаю, что можно назвать этот процесс началом. То есть я начала вязать это изделие. Так, из какой пряжи я вяжу? Ну, вот я вам сейчас покажу. Я вяжу только резинку. Резинку я вяжу на спицах, вот на таких цветных, которые которые, которые, по-моему, Лана Гросса. Эти спицы Лана Гросса. Мне на них нравится вязать. Нравится. Спицы номер 4,5, по-моему, сейчас посмотрю. Да, 4,5 мм. А что, я надо было тут глянуть? Тут, наверное, где-нибудь написан диаметр? А нет, не написано. Вот. Какая пряжа? Для этого изделия я выбрала пряжу от Лана Гросса Ричи. Ричи переводится кудряшка, насколько я понимаю. Цвет номер 3. Спицы рекомендованы 4,5-5. Очень я хотела попробовать вот эту кудряшку, такую пряжу. Она со стретчевым эффектом. Вот такая вот. И вот такая она кудрявая. Видите? Очень интересная пряжа. И сейчас покажу образец. Образец лицевой гладью выглядит вот так кудряво. Мне нравится. Здесь и изнаночная сторона такая красивая получается. пружинистая достаточная пряжа. Из нее хорошо, наверное, будет вязать юбки. Брюки, мне кажется, она толстовата для брюк, а вот для юбки самое то. И попа, простите, не будет провисать. Так. Что за пряжа? Какой у нее состав? Состав. 84% хлопок и 16% полиамид. В 50 граммах 110 метров. Вот такая пряжа. Приятная, мягкая, мягкая. Очень мне нравится она. В ней хлопок не чувствуется. Вот хлопок, он все-таки такой грубоватый. А вот в этой пряже он очень нежный, очень мягкий. Эту пряжу я покупала в магазине пряжа.су. Внизу под видео будет ссылка на этот магазин. Ищите там пряжу Лана Гросса Рича. Вот. Ссылка на магазин и промокод внизу тоже будет. Вот. Можете приходить. А, ну здесь, если вы нажмете, вы перейдете, наверное, на сайт Лана Гросса, который выпускает эту пряжу. Вот. Так что, начало есть. И я думаю, я тоже могу этот пункт сделать, вставить выполненным. Мне уже нравится. Мне уже март нравится. Март я провела с пользой дела. Правда, я вся почему-то сейчас выжата. У меня, знаете, такие бывают моменты, то у меня сильно-сильно хочется что-то напридумывать нового, то у меня вот такое ровное течение, я ничего не хочу, вижу то, что есть. Поэтому для меня является плюсом то, что я сначала много-много процессов начинаю, когда у меня есть вдохновение, а потом, когда у меня вот такое ровное затишье, я уже вяжу то, что придумала раньше. Это мне помогает. Давайте посмотрим, есть у нас дальше пункты или нету. Есть, есть и дальше пункт. А пятый пункт лесные мотивы. Аналог. Почему аналог? Потому что лесные мотивы я уже вязала. Так, что у нас тут написано? Разработать модель, рассчитать и начать вязать. Сейчас покажу. Но самое простое это было разработать модель. Потому что такую модель я уже вязала. Вот она у меня уже практически разработана. То есть вот у меня была вот такая туника лесные мотивы связана в 2019 году и вот таким вот узором. Узор у меня вот так вот есть. Можете сделать скриншот, если вам нужно. Вот. Если вам нужно, сделайте скриншот. Но эта модель, как вы видите, она была с прямыми плечами и вот здесь подмышкой все-таки пузыри образовывались. Мне это не нравилось и видите, я модель-то в принципе переделала. Я углубила пройму, сделала скос плеча и в общем-то вот здесь выход я тоже изменила. Вам так же у меня по сей пор будет узор, а выше у меня будет белым связан верх. Сейчас покажу те майки, которые я уже вязала и ту майку, которая вяжется сейчас. Вот они мои майки, которые я очень-очень много носила. Вот на эту модель, которая вяжется с прямыми плечами, вот так, у меня есть мастер-класс на канале. Он один из первых, который я сняла на канал. Вязала я это изделие еще до начала ведения канала, но потом сняла вам видео, как я вязала. И вот на этой майке я вам показывала, как связать вот такой узор мисони, обычные волны. Невероятно он мне нравится. За столько лет, вот в 19-м году я его вязала, за столько лет он мне не разонравился. Он абсолютно несовременный, этот узор, и несовременные эти изделия, но они мне нравятся, поэтому носить буду. Видите, они все без углубления по горловину вывязаны, просто прямым полотном сверху. Дискомфортно, скажу вам честно. Но носила, носила очень много и ношу до сих пор, сейчас я их ношу дома, потому что вот эти дырочки в 19-м году они меня нисколько не смущали, вот эти дырочки на животике. То есть теперь они меня очень сильно смущают, теперь я это изделие ношу только на топ нижний, чтобы вот этого всего безобразия на моем теле. Вот видите, сейчас рука же просвечивает и так же просвечивает мое тело во время ношения летом. Поэтому дома я ношу прям так на голое тело, а если я куда-то выхожу, там в магазин или еще куда-то, то я надеваю под низ топ, который закрывает все эти дырочки. Так вот, поэтому собственно я немножечко изменила узор и начала вязать. для работы я выбрала пряжу трех видов и самое, что интересное у меня, по-моему, сейчас покажу мои дорогие. Итак, показываю. Вот из этих трех цветов я решила вязать свою футболку. Пряжа роза двух цветов, один из них коралловый, другой персиковый и белый, белый ярнарт бегония. Белый я уже прикупала вот к этим двум пряжам. Эти две пряжи мне достались в подарок. Два матка было пряжи розы коралловой и два матка розы персикового цвета. Коралловый цвет номер 19, а 39, 0,4 лот 19 это фирма Vita, мои дорогие. И коралловый цвет, и персиковый цвет, это цвет номер 26, ой, 39, 0,5 лот 26. Я его назвала как розовый, но это персиковый. В 100 граммах, в 50 граммах 150 метров, 100% хлопок двойной мерсеризации. Его уже сейчас не выпускает завод-изготовитель, его нет. Я в магазине Дель у Эльвиры спрашивала, говорю, Эльвира, мне нужна вот эта роза белого цвета. Она говорит, ее уже нету давно. В продаже это уже какие-то везде остатки. Вот, Эльвира помогла мне помочь. Вот, магазин Дель, чем он мне нравится, я вам не устану это говорить, тем, что Эльвира всегда идет на уступки и всегда подбирает вам пряжу под вас. Она знает пряжу роза, как выглядит, и подобрала под нее пряжу Ярнарт Бегония. То есть, для вязания таких футболок вы запросто можете использовать вот эту пряжу. Это пряжа в 50 граммах 169 метров и 100% хлопок. Цвет 003. Вот такое производство Турция. Ярнарт. И вот из этих трех цветов я начала вязать майку. То есть, расчет, как вы видели, я произвела, вязать я начала. И вот сколько у меня отвязано. Это тоже у меня дофаминовый процесс. То есть, один дофаминовый процесс, моя шаль, она закончилась. И вот этот яркий дофаминовый процесс у меня начался. Как вы видите, дырочек у меня здесь нет. Я от дырочек избавилась. То есть, получается, у меня в каких местах это должны быть? Вот у меня вот здесь должны быть дырки. Вот тут, вот тут, вот тут. У меня должны были быть дырочки. Видите, их нет. То есть, я теперь могу на голое тело смело надевать этот джемпер. Ой, футболку эту. Ну, вот немножечко здесь где-то я. Ну, мне кажется, это до стирки. После стирки должно все уйти. Ну, даже если чуть-чуть вот так и останется, это вообще не беда. Вот. Медленно, ну, верно, я продвигаюсь дальше к проимам. Нормально я так связала. Видите, как я разместила эти цвета. То есть, я стала коралловый-розовый, белый-розовый, коралловый-розовый, белый-розовый. То есть, очередование белого и розового, прошу прощения, белого и кораллового через розовый. То есть, начинаем коралловый, после кораллового-розовый. После розового должен быть либо коралловый, либо белый. Если коралловый был до этого, значит, белый будет после. Снова розовый, коралловый-розовый, белый-розовый. Ну, вот так вот мне захотелось. Вот. Можно было после белого сразу опять пустить коралловый. Давайте попробуем. Я вам покажу, как это выглядит. Мне тоже интересно. То есть вот таким образом. Потом после кораллового белый. Вот так можно было пустить. После кораллового все правильно. Розовый. И после розового опять белый. То есть вот так могло быть. Тоже красивое сочетание. Коралловый, розовый, белый. Коралловый, розовый, белый. Но я все-таки все через розовый стягула. Поэтому розового у меня уже от двух мотков остался вот такой маленький моточек. Кораллового от двух мотков остался вот такой моток. А от белого остался вот такой. Вот. Вот. Ну, конечно же, пряжи мне хватит. У меня белых 5 мотков. Этих было под ваней. Ну, не все уйдут. У меня еще остаток останется, я думаю. Вот. Ну, как вам? Мне нравится. Не пишите мне, что это не модно. Я знаю, что это не модно. Носить буду. С превеликим удовольствием. Ах, да. Не сказала. Вяжу на спицах 2,25 и набрала я 250, по-моему, петель. Ну, вдруг вы сейчас уже хотите начать вязать, но вы уже можете без моей помощи. А что я вам? Вот сюда 250 петель. 125 на 2. Ну, я же круговую вяжу без шев. Вот вам изделие, вот вам схема. Можете уже начинать вязать сами, без меня. Даже сказала, сколько петель набирала на свой 50 размер. Вот. 3,25 спица. Ну что, будем считать этот план тоже выполненным. Ура-ура! И этот пункт выполнен. Честно говоря, я не знаю. Возможно, он последний. Потому что я вообще, ну, я правда не помню, что я тут писала. Так хорошо, мне это нравится. Так, ну, давайте смотреть дальше. А, нет, есть, есть, есть. А, шестой пункт мамы кофту. Продумать модель, рассчитать и начать вязать. Девчата, снимаю видео, а чувствую, нас сейчас вообще завалят. Снег-то пошел еще с двойной силой. Прям как зимой. Вы видите? Небо все заволокло. Снегопад. Просто кошмар. 31 марта. Обалдеть. Эх, ну и такое бывает. Неприятность эту мы переживем. Конечно, снег в марте – это скорее неприятность, чем радость. Потому что сил сегодня нет совсем. Мы с мужем встали, мы ничего не можем делать. У нас мы разбитые оба. И все болит, и все ломит. И как будто на нас пахали. Но пахать, как вы видите, нечего. Весь огород засыпан снегом. Да, ну пойдем смотреть мамину кофту. Вы знаете, сейчас на ум мне пришло такое размышление, что очень многие сейчас в ютубе вяжут батину кофту. Да, есть такой аж прям хэштег «батина кофта». То у нас будет мамина кофта. Конечно, это будет не кофта, это будет пуловер. Потому что мы вроде бы с мамой решили, что это будет пуловер. Итак, придумать модель. Ну, модель мы вроде придумали. На сегодняшний день это пуловер. Когда начну вязать перед, то еще раз у мамы уточню, V-образный вырис она хочет или круглый. Если V-образный, это будет джемпер. Если V-образный, это будет пуловер. Если круглый, это будет джемпер. Вот. Я все рассчитала. Полностью у меня весь расчет. Рукава еще вот здесь не рассчитывала, а кат рукава. Это я буду делать прямо, когда начну их вязать. Обычно рукава я рассчитываю в самую последнюю очередь, после того, как я уже отстираю вот это полотно и еще раз замерю плотность, совпадает она или нет. Потому что рукава достаточно узкие, ну, относительно всего остального тела, остального изделия. Поэтому я еще раз корректирую плотность после того, после отвязывания. То есть это считаю таким огромным-огромным образцом. А потом рассчитываю рукава. Вот. Так что тоже, кому надо, пожалуйста, скриншот. Вот изделие на размер. Так, обхват груди 132 на 60. Шестой, что ли, размер? Да. 66 размер получается, если по обхвату груди судить. Ну, нет, мама у меня не такая большая. Это что-то неправильное. Вот, вот, пожалуйста, вяжу маме пулловер. Модель придумала? Придумала. Дальше написано рассчитать. Рассчитала. Начать вязать? Сейчас покажу. Так, это изделие вяжется у меня из двух видов пряж. Из бобинной и моточной. Из шикарной бобинной и средней моточной. То есть, пряжа Ализелана Голд 800. Я из нее вязала очень много. Она мне сдружила хорошую службу. И вот она. Так, вот здесь мне тоже не нравится. Знаете, что не нравится, мои дорогие друзья? Я сегодня перематывала два мотка пряжи. Ну, походу, тоже такой же косяк и тут. То есть, производителю прям ай-яй-яй. В этом мотке у меня... Я мотаю всегда беру от центра. Вытаскиваю от центра ниточку и начинаю мотать. Вот здесь у меня один обрыв в этом мотке. Это вот один вот этот моток, перемотанный вот на такой кейк. Мне с него вязать удобнее. Потому что я возьму нитку, я могу взять с краю ее, могу взять с центра, как мне будет удобно. Вот она, центральная моя ниточка. Вот краевая. И вяжу, и у меня ничего никуда не крутится. Если я вяжу с этого мотка, то он вот так вот весь прыгает. Нитка идет с разным натяжением. Мне это не нравится, это может давать рядность. И вот, да, прям щупаю его. Здесь, походу, такой же косяк. Когда я вязала вот этот, ой, мотала вот этот моток, видите? То есть я вытащила нить. Нашла ниточку из центра. Так, а что это у нас тут? Вот оно, пожалуйста. Я была права. Видите, у меня вот одна нитка, она идет. Ого! Тут вообще они превзошли сами себя. Смотрите, у меня есть три отдельных нити. Вот, три отдельных нитки, которые идут от центра клубка. То есть я взяла вот этот клубок, вытащила оттуда нить и начала мотать. У меня там все зацепляется. Я ничего не могу понять, что же там зацепляется. И вот сейчас я чувствую, что здесь такая же фишка. Я вытаскиваю, вытаскиваю прям огромный вот такой клок. Вот, пожалуйста, видите? Такая же история. То есть вот он клок. Вот он. Непонятно какой. Вы видите толщина этого клока? Такое ощущение, что кто-то его уже куда-то сматывал. И вот он совершенно отдельно идет от мотка. Пожалуйста, на ваших глазах. И здесь еще две нитки. Значит, там еще, наверное, такой же клок. Постараться его найти. Сейчас могу его, конечно же, не найти. Но все равно мне все это вытаскивать. Как бы мне это противно не было. Это у нас еще третий будет узел, мои дорогие друзья. То есть здесь еще один узел. Вот он идет. Вот он. Здесь можно найти еще одну ниточку центральную. Она где-то здесь. Рязь один идет с конца, значит здесь где-то еще и начало. То есть второй. И вот эти два конца. Вот они. Они где-то там посередине мотка еще будут разрываться. Ну, вы видите, что за безобразие? Вы это видите? Ну, что это? Ну, производителю не то, что два. Я, конечно, понимаю, что пряжа недорогая. Ну, зачем? Ну, зачем? Партия номер 658-135. Вот эту партию не берите. Обидно. Один моток из трех был нормальный. Вот второй был один обрыв. На этом был тоже один обрыв. Вот тут вот, как мы видим, уже как минимум два обрыва. То есть вот один обрыв, и там вот два, две ниточки, которые идут оттуда. Это второй обрыв. Вот это, возможно, весь моток вот от этого куска. Ну, блин. Да, ни этот, ни этот не тянется. Значит, они где-то в центре мотка. Вот так вот. Да, нет, не буду даже делать. Сейчас посниму видео и перемотаю. Вот показала вам, потому что оно даже чувствуется, что оно там набито. И оно, знаете как, вот интересно. Вот, смотрите, если вот он идет, моток намотан на обычный, да, вот он такой. А этот, ну, в два раза больше по ширине. Видите? Вот. Моталка-то одна мотает мотки. Как он таким широким стал? И вот здесь, и в одном из мотков, вот в этом, вот он, вот в этом, я как раз вот эта вот штука у меня тоже была вот так вот и намотана. И ровно в таком же количестве. Такое ощущение, что они какой-то брак один взяли и впихнули его весь. В середину других мотков сделал их побольше. Ну, блин. Одно разочарование. Двойка производителю пряжи. Итак, значит, одна пряжа Lana Gold 800. Lana Gold 800, она называется. Там 730 метров на 100 грамм. Да, расстроилась. Возьму новый хороший моток. Последний у меня хороший пятый моток. Не буду его здесь, ну, вообще пощупаю. Ну, нет, этот вроде похож на приличный моток. Такая же, наверное, партия. Сейчас глянем. Да, такая же партия. Ну, это все в одном мешочке было. Вот. Ну, посмотрим. Вроде все мягко, все нормально. Так, что здесь у нас? У нас тут 51% акрил и 49% шерсть. Цвет 462. 100 граммов, 730 метров. Вот такая пряжа Lana Gold 800. И одну нитку я взяла, бобинную пряжу. Невероятно красивая. Эту пряжу, девочки, внимание, вы меня порой не слышите. Некоторые из вас не все, но некоторые не слышат. Я вам сказала, что вот эта пряжа, милифили, милифили нувола. Так. Ну, не видно, как она. Я напишу здесь или фотографию поставлю. Милифили нувола, в которой 40% мериноса, 28% вискозы, 10% кашемира, 7% ангоры и 15% полиамида. 1450 метров на 100 грамм. Я покупала в магазине Skywool в Уфье. Но магазин этот я рекламировать не могу. Ну, не то, что рекламировать. Я не рекламирую, а делюсь с вами тем, что я и где покупаю. Потому что в этом магазине хороший артикул, их просто надо выдирать. То есть девочки старт продаж организуют, и кто успел, тот и съел, называется. Я такие методы не приемлю. Поэтому рекомендовать этот магазин не могу. Но есть магазин ДЛ, в котором эта пряжа также есть. Но не в этом цвете, мои дорогие друзья. Еще раз говорю, этот цвет покупала в Skywool Уфа. По-моему, года три назад его там тоже уже в помине давно нет. Они его привезли. Я успела его вырвать. То есть 12 они открываются, 12.05. Если вы продали, не купили, то вы уже не купите. Все, его разберут. Вот, я успела урвать как-то там, каким-то чудом. И вот эта пряжа у меня есть. Но она есть в магазине Дель в других цветах. Если вам нужен такой цвет, ну, спросите Эльвиру. Возможно, она вам найдет и привезет именно такой цвет. Если вам нужны другие цвета, сходите в магазин Дель и посмотрите, какие цвета там есть в наличии. Ну, или еще раз попросите Эльвиру привезти вам цвет, ну, под ваш цвет пряжи, чтобы добавить или еще как-то. Хотя, как мне кажется, сюда можно добавить одну нитку лидии. То есть вот к этой одну или две нитки лидии, в зависимости от того, какую толщину пряжи вы хотите. Конечно, лидия это не то, что вот мелифили, но вола. Но вола это вообще замечательный артикул. Мне он невероятно нравится. Он очень мягкий, он очень нежный. Сейчас покажу образец из него. Вот образец в три нити связан из вот этой но волы. Мягкая, легкая-легкая, прям нежная, не колкая совсем, обладает небольшим таким пушком. И невероятно нежная. Вот невероятно. Но от того, как вы понимаете, что я оторвала всего 255 грамм, больше мне не хватило. То есть ее просто уже в магазине не было. То я, конечно же, полностью полноценное изделие в три нити из нее связать не могу. Потому как, ну, мне ее элементарно не хватит. Вот. И когда мне сватья подарили вот эту пряжу такого замечательного цвета, повторюсь, 462 цвет. Вот. Я решила ее вот так объединить. И посмотрите, что получилось. Пряжа Нувола очень облагородила вот эту пряжу. Хотя я не люблю смешивать составы сильно недорогие с приличными, скажем так. Но все равно получается вот. Вот если у вас есть пряжа, которую вы хотите облагородить, добавляйте Нуволу, либо две ниточки или одну ниточку лидии. Смотрите, цвет практически... Он немножечко сложноватый, потому что вот это поярче пряжа, это побледнее. Но он невероятно красивый. Пряжа мягкая. Пряжа не колкая, пряжа нежная, появляется небольшой пушок. Я думаю, что он еще чуть-чуть такой благородный, увы, ну, после пары стирок вылезет, но совсем чуть-чуть. Он небольшой, потому что эта пряжа, она, в основном, грибинная вся. 1450 метров, такой большой метраж, говорит о том, что пряжа грибинная. Однозначно, кардную пряжу так тонко не спридешь. Поэтому пушок будет очень деликатный, он не будет пухом стоять. То есть ангоры, как ангорские варежки, да, там полтора сантиметра пух. Нет, здесь будет он деликатный. Вот такой образец. Значит, одна нить Ализея Ивана Голд 800, одна нить Нувола. Объединенный метраж получился 486 метров на 100 грамм. Одна нитка того и одна нитка другого. Всего две нити. И вяжется вот такое изделие. Это вяжется спинка. Она достаточно широкая. Ну, потому что размер достаточно большой. Так, это у меня здесь нитки. Начало вязания. Я их оставляю всегда длинные, чтобы потом ими сшивать, чтобы никакие кончики здесь не прятать. И чтобы у меня хорошо соединились вот эти два окончания. Вот. Всегда оставляю длинные кончики. Стараюсь наборный ряд делать, чтобы у меня оставалась нить. Спинка вяжется прямо. После... После... А, здесь... Здесь росток по спинке. Я решила сделать, немножечко увеличив вот эту штуку. Так, я где-то снимала видео, даже мастер-класс вам, на то, как я скос плеча рассчитываю. Смешное такое видео. И там я вам показывала, что вот здесь я буду делать по спинке. Спущенное плечо я буду делать выше в рядах, чем по переду. То есть, по переду у меня 73 петли за 29 раз, а по спинке эти же 73 петли. То есть, сшивать я буду петля в петлю все 73 петли, но только я их сделаю на убавке. Ну, то есть, скос плеча, да, сформирую. Не за 28 раз 56 рядов, а за 62, по-моему, ряда, за 31 раз. То есть, я 6 рядов добавлю. И это таким образом будет как бы росток на сутулость. Вот, вот здесь вот, поняли, да? То есть, на скосе плеч я прибавлю количество рядов по спинке относительно переда. То есть, перед будет вот столько отвязан скос, а по спинке вот столько, на том же количестве петель. Вот, вот как я буду делать в данной модели. Так, ну, все, что вам еще показать. Пока вяжется, пока еще вот эта пряжа, она не раскрылась, она в пропитке идет, поэтому она еще, как пока такое, вот видите, да, не такое эластичное, как образец был, но это все после стирки станет мякушкой-мякушкой. Я очень надеюсь, что маме изделие понравится, и мама будет с удовольствием носить. Вот, пока это идет пуловер. А будет это пуловер или джейпер, узнаем, когда я начну вязать перед. Ну что, этот пункт я также могу подчеркнуть как выполненный. Так, следующий пункт. А нету, все, надо же. Ну что, я молодец. Но, мои дорогие друзья, это еще не все, что я делала в марте. Сейчас сюда я буду дописывать, дописывать некоторые моменты. Также в марте я начала делать переделку работы. Вот этой работы. А, вот моя булавочка, которую я на днях потеряла. Ха-ха, нашлась. Вот. Видите, без руки мое изделие. Это изделие я вязала тоже в 2019-2021, по-моему, году, именно, не важно в каком. Для моей заказчицы девушка попросила вот такое изделие. Я с удовольствием его связала. Это джемпер-водопад. На канале есть мастер-класс по этой работе. Полностью все рассказывала вам. Но дело в том, что у девушки на одном рукаве была большая-большая дырка. Эта дырка образовалась в машинке стиральной. Каким образом, я не спрашивала, не интересовалась. Так вот, я выпрала этот рукав полностью. Полностью его распустила. И полностью его перевязываю. Вот. И начала я, так бы сказать, исправлять ошибки. Но ошибки не свои, ошибки стиральной машинки. Вот. Один рукав. Этот уже перевязанный рукавчик. И вот сюда я его встрою. То есть еще одним пунктом. Ну, то есть я связала еще вот столько рукава. Это все было сделано в марте. В марте я доделать не успела. В общем, доделаю в апреле. Будет что писать в планы апреля. Ха-ха. Вот. Осталось мне сделать... Осталось мне сделать... Так. Ну, нитка, нитка. Кудрявая. Я ее не отпариваю. Мне не надо отпаривать. Я вяжу рукав, а потом его уже отпариваю. Вот. Мне осталось сделать вот этот вот реглан, так сказать. Начать формировать регланную линию. Вот. Совсем чуть-чуть. Все. Вот эта пряжа у меня осталась от этого изделия. То есть здесь вот такой темный цвет. Если бы я вязала от новой пряжи рукав, вы бы мне сказали, Оля, зачем ты распускала и вязала. Но я хочу, чтобы рукава были по цвету симметричные. Вот. Начинались они с одного. Понятное дело, что здесь вот момент, где была дырка, это все выкинулось из пряжи. То есть вот этот рукав, относительно этого, будет гораздо быстрее темнеть. То есть начинаются они с одного цвета один в один, а потом этот вдруг быстрее начинает вот так темнеть. То есть он уже подходит вот к этому цвету. А этот остается пока еще вот этим. Ну, либо так, либо не так. Сейчас у меня пряжа кончится. И здесь вообще, скорее всего, пойдет полоска. Потому что у меня, так, где ты мой, где моя ниточка центральная? Вот. У меня ниточка уже идет другого немножечко цвета. То есть вот этот цвет я закончу. И потом у меня вот здесь будет какая-нибудь полоса разделительная между одним тоном и другим тоном. Ну, этого уже не избежать. Хотя избежать, но это будет слишком сложно. Это надо будет тогда распускать всю обработку, довязывать. Потому что я после того, как довязала два рукава, дальше уже обработку пускала вот. Вот эта нитка осталась от обработки. То есть мне надо распустить обработку, довязать рукав этой обработкой, а потом уже сделать обработку вот этим цветом. Ну, я не хочу настолько заморачиваться. Я бы, честно говоря, если бы это было мое изделие, я бы выкинула. Я бы не стала вот так вот переделывать. Но моя заказчица, она очень любит это изделие. Она работает со мной на работе. Это не та моя постоянная заказчица. Это еще одна девушка, которая у меня заказывала модели, когда я вязала на заказ. Вот. И она очень носит вот это вот изделие. Я ей несколько вязала. А вот это одно из самых любимых у нее, мне кажется. Потому что она его носит вот каждое лето, каждое лето. И прям через день, через два, через день, через два. И мне очень приятно. Вот. Так что вот это изделие я также поставлю в итоге марта. То есть я сюда сейчас так и запишу. Седьмой пункт. Как это сказать-то? Начать исправление на джемпере водопад. И я и вы поймем, о чем речь. Вот. Восьмой пункт. Посмотрим, что я еще делаю. А восьмым пунктом я внепланово начала вязать джемпер барашек. Почему он называется барашек? Потому что он будет с барашками. Сейчас я вам поставлю картинку, какой джемпер заказала моя дочка Эвелина. И который я с удовольствием для нее вяжу. Но мы с Эвелиной договорились, что барашков она вышьет сама. То есть она сама выберет цвет, приедет к нам, может быть, увидит, какая пряжа у меня есть. Может быть, выберет из наличия те барашки, какого она захочет цвета. Либо мы с ней прикупим какую-то другую пряжу, если не будет в наличии той, которая ей понравится. Итак, джемпер барашек. Так он у меня и называется. Я его разработала модель. Придумала модель Эвелина. Я разработала модель. Рассчитала. Видите, как всегда, у меня уже рассчитан скос плеч. Вырез горловины. Вырез горловины еще не рассчитан. Скос плеч рассчитан. Вот. И связан образец. И начало вязаться изделие. Вот такое изделие из пряжи. Пряжа, которая называется Ронда. Фирма Сиам. Пряжу я приобретала в магазине Пряжа.су. Не забывайте, что внизу будет ссылка на магазин. И промокод, дающий право на скидку. Ронда. Состав. 60% шерсть, 40% вискоза. В 50 граммах 110 метров. Цвет пряжи номер 10. 0. Рекомендуют спицы 4,5. Я вяжу на спицах 4,5. Да? Нет? Нет? Да? На спицах 5. Прошу прощения. Я вяжу на спицах 5. Вот. Да. Потому что я вязала образец. И мне понравилось на спицах 5 больше. Это нитка. Одна нить. Одна нить. Вот такая. Мононить ее называют. Вот. Как ровница. Нитка не косит. Полотно, как вы видите, прямое. Ну, у меня сейчас загибаются вот здесь вот края. Лицевая грядь закручивается. Потому что очень пружинистый материал. Мне эта пряжа нравится. Она приятная на ощупь. Она такая не сухая. Как вот, ну, если понимаете, о чем я говорю. Когда есть шерсть, чистая шерсть, она такая суховатая какая-то. Да? А вот эта пряжа, она такая тяжеленькая. Ну, вискоза. Вискоза и шерсть. В общем, мне нравится. Вот. Так что я начала вязать еще одно изделие, которое называется барашек. Так. Восьмой пункт. Джемпер барашек. Стоя пишу, поэтому отвратительный почерк. Начать вязать. То есть то, что я ручкой приписываю, я уже желтеньким не выделяю. Просто то, что до ручки я уже вижу, что это я дополнительно к основным планам вот такое запланировала. Ну, и... Да, наверное... Нет, ладно. Еще один проект, который у меня, в принципе, в проекте, который у меня уже практически созрел. Я отвязала образец, но он у меня пусть перейдет на апрель месяц. Потому что я еще не вывязала ни одной петли, и я еще не рассчитала это все в петлях. Если бы я в петлях все это рассчитала, я бы вам сейчас показала. А так вот, вот моя работа за март месяц. Ну, я думаю, что неплохо. И большой задел был сделан. Три готовые работы. В готовых работах это очень мало. Я вывязала 1001 грамм или 3264 метра. Я считаю всегда по готовым работам. Вот эти три готовые работы это 1001 грамм и 3264 метров. В принципе, по метражу и по килограммам я связала много. Хорошо. По количеству работ всего три мало. Но зато так получилось. Зато у меня лесные мотивы. Я уже практически пол спинки точно... Ой, как это сказать-то? Дошла почти до проема. Мне осталось совсем немножко вязать, а там быстренько я и довяжу. Маме кофту я пол спинки связала. То есть, классно. Ну, еще дополнительно я, видите, пол рукава связала на джемпере водопад. То есть, ну, так и джемпер барашек у меня связан тоже половина спинки. Ну, то есть, вообще задел на следующем месяце прям замечательный. В марте я, так сказать, не ленилась. Молодец, Оля. Ой, ну вот, мои дорогие друзья. Я благодарю вас за то, что вы с вниманием смотрели это видео. Итоги за март у нас подведены. И скоро мы будем с вами планировать или писать наши планы на апрель. Я вам желаю всего самого-самого доброго, мирного неба, спокойствия, благополучия, огромного здоровья вам и вашим семьям. Ну, а я с вами буду прощаться. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok